А вот там возят стеллы вообще, стой там. А сейчас спрашиваю, сколько там от границы? Факел эстафеты «Бег миром» движется из Казани в Самару. В его перемещении решили поучаствовать и бегуны из Альметьевска. Сейчас они ждут, когда до места встречи доберется символ эстафеты. Рустем Масалимов называет себя бегоманом. Говорит, это своего рода зависимость. Один из признаков такой зависимости – полку для обуви захватывают кроссовки. Потом начинается то, что нужны кроссовки для бега по шоссе, нужны кроссовки для бега по грунту, нужны кроссовки для быстрых тренировок, потом для медленных, для восстановления, такие мягкие. Ну, потом уже это уже кто во что гораст, как говорится. Пока мы разговаривали с альметьевскими фанатами бега, на горизонте показался спортсмен с факелом. Как смочу? Здравствуйте. Хорошо. Давно бежите? Вчера стартовали. Бегуна сопровождал автомобиль с командой эстафеты. Среди них есть участница, которую называют «самой молодой». Это Светлана Хисамуддинова, ей 72 года. За ее плечами 60 марафонов, несмотря на то, что бегать начала в 50 лет. Она поделилась секретом своей выносливости. Все пределы возрастные физически, они отодвигаются, когда ты делаешь что-то очень важное не только для себя, но и для всего мира. Так интересно жить, честно скажу. Поэтому, когда мне говорят, ну хватит бегать, уже возраст такой, вы знаете, нет. Возраст у меня в сердце, в уме его нет, понимаете. Передача факела состоялась, и альметьевские спортсмены вместе с командой эстафетой продолжили забег. Одна из главных целей эстафеты «Бега мира» – это выразить свое желание жить в мире и согласие. Сегодня люди бегут не просто для того, чтобы пробежать какое-то расстояние, показать свои спортивные навыки, а именно для того, чтобы показать, что мир и единство – это то, что доступно каждому. И присоединиться может любой желающий. Участники эстафеты пробежали от Мактаминского моста до Альметьевского колледжа физической культуры, где встретились с его студентами. А уже завтра, немного отдохнув, побегут к следующей точке – в Черемшан. Семен Игоров, Ильнур Залятов. Новости Юго-Востока.